Весной этого года тысячи школьников Алтайского края ушли на дистант. COVID-19 внес свои коррективы в систему образования. Учебные классы опустили. В коридорах на перемене больше не было слышно криков. Звонки на урок больше не звенели. Жизнь кипела только на учебных платформах. Но сейчас жизнь вернулась на свои места. Давайте вспомним, как мы справились с этой проблемой. Начиная с апреля, дети делали домашние задания через интернет. Учителя вели уроки с помощью видеоконференций и голосовых сообщений в мессенджерах. Мне не хватало общения. Мне хотелось увидеться с друзьями, пообщаться с ними. Когда учитель именно на самом уроке в школе что-то объясняет, так как-то воспринимается. А когда на дистанционном обучении, то как-то записывали голосовые сообщения, и мы прослушивали. И поэтому как-то и сложнее, и проще. Голосовых сообщений и видеоконференций не всегда хватало, чтобы ребенок усвоил тему. Родителям пришлось взять на себя функцию учителей. По этой причине удаленное обучение не может заменить очное, считает преподаватель русского языка и литературы Анастасия Абрамова. Понимаете, на дистанции все-таки больше у детей было самообучение, потому что мы как учителя могли только консультировать в режиме онлайн. У учителя больше времени было на уроке в очном формате, потому что 40 минут идет урок, а на дистанции это время было ограничено. Трудности создавало отсутствие компьютерной техники. В первое время у 11% школьников и 3% педагогов края ее не было. По всему региону были проблемы с доступом на платформы для онлайн-обучения. Нам приходилось проводить очень много времени за компьютером. Образовательные платформы, ресурсы, на которых учителя нам готовили какие-то задания, домашние задания, теорию, они постоянно подвисались из-за большой нагрузки. Первый день разобщенного обучения у нас был небольшой провал по информационным системам, но потом это все выровнялось, и мы с честью этот период прошли. Основной площадкой разобщенного обучения у нас был определен сетевой край образования. Со временем Виктор Петрович Томенко нам выделил определенные средства, и мы потратили на увеличение северных мощностей. До сих пор эти системы работают, работают хорошо, никаких проблем на сегодняшний день мы не видим. Удаленное обучение ограничивает использование интерактивных методов на уроках. Нет возможности опросить детей устно. Сейчас Министерство образования собирает статистику по итогам всероссийских проверочных работ, которые прошли осенью. Это покажет, как онлайн-формат повлиял на знания школьников. По итогам, допустим, единого государственного экзамена, можно сказать о том, что мы все-таки с этим совместными усилиями родители, дети, педагоги справились. Потому что сегодня результаты единого государственного экзамена говорят о том, что повысился средний балл по всем предметам. У нас увеличилось количество детей с высокобальников почти на 4%. После удаленного обучения дети, наконец, вернулись в школы. Перед первым сентября было построено три новых общеобразовательных учреждения, и еще 128 отремонтировано. А 42 новых центра точки роста стали глотком свежего воздуха для ребят после долгой самоизоляции. По прогнозам, при соблюдении мер безопасности в 2021 году школы не уйдут на дистанционный формат обучения. Анастасия Меншакова, Анатолий Фукс. Новости.